Водитель где находился? Сидел за рулем. Он сказал, что отдавать ничего не будет, а руки у него по-прежнему находились высоко, обе руки были на руле. И в этот момент прямым хватом я просто ударил его ножом в бок. 20-летний парень вполне себе спокойно рассказывает, как совершил первое убийство. Всего неделю назад, 14 июня. За рулем Ниссан Алмера тогда сидел 74-летний пенсионер. Двое парней нашли его на автовокзале, попросили подбросить до Чучковского района. Уже в дороге сказали, что через песчаный карьер можно сократить. Там таксисты и порешили. Тело пенсионера бросили в лесополосе. Нашли погибшего уже поисковики. Для какой цели вы за ним побежали, если он оставил машину и бросил ее? Это уже речь о втором убийстве. Произошло оно спустя всего несколько дней. По версии следствия, налетчики снова вычислили частного извозчика на автовокзале. Попросили добросить до того же Чучковского района. По стандартной схеме предложили сократить через карьер. Там и убили. Водителю было 32 года. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны два жителя поселка Авангард Чучковского района. 1999-2001 годов рождения. При производстве обысков в жилище следовательно обнаружены вещи убитых и орудия преступления. Автомобиль одного из убитых нашли в том же поселке. Машину второго на территории песчаного карьера. В Шиловском МСО Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство двух или более лиц. Проводятся следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить роль каждого юноши в этих преступлениях.